Продолжение следует... Прощаться, расставаться, разлучаться, покидать, откланяться, провожать. Все они являются синонимами, так как они обозначают одно и то же действие. Но посмотрите, пожалуйста, глаголы первого ряда обозначают действие по отношению ко всем действующим лицам. Глаголы второго ряда обозначают действие тех, кто уходит. Глагол «провожать» характеризует действие того, кто остается. Но, тем не менее, все равно эти глаголы являются синонимами. Теперь поговорим о речевых ошибках. Плеоназм – это речевая избыточность. Эта ошибка встречается в том случае, если в предложении соседствуют слова, которые повторяют значение друг друга. Например, «мне приснилось во сне, что я стал укротителем тигров». Вы видите, что здесь рядом стоят два однокоренных слова, которые повторяют значение друг друга. Плеоназм можно исправить двумя способами. Например, мы оставляем глагол, убираем существительное в падежной форме. «Мне приснилось, что я стал укротителем тигров». Либо вторым способом исправляем. Мы заменяем глагол, оставляя существительное в падежной форме. «Я увидел во сне, что стал укротителем тигров». Следующая наша тема – это повелительное наклонение глагола. Глаголы в повелительном наклонении обозначают приказ, совет, просьбу, побуждение к действию, побуждение к действию кого-либо, либо побуждение к совместному действию. Например, «Не ходите, дети, в Африку гулять». В этом предложении употреблен глагол в повелительном наклонении, который выражает настойчивую просьбу, обращенную к детям «не ходить гулять в Африку». «Дети» в этом предложении являются обращением, поэтому выделяется с двух сторон запятыми. Посмотрим на другой пример. «Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться». В этом предложении ряд однородных сказуемых, которые выражены глаголами в повелительном наклонении. И повелительное наклонение этих глаголов образуется с помощью вспомогательного глагола «давайте». Вот этот глагол употреблен в форме множественного числа, и он как раз выражает побуждение к совместному действию. Еще один пример. «Пусть всегда будет солнце». В этом предложении также есть глагол в повелительном наклонении «пусть будет», который образуется с помощью частицы «пусть». И еще один пример. «Скажи-ка, дядя», ведь недаром глагол в повелительном наклонении «скажи-ка» образуется с помощью частицы «ка», которая пишется через дефис. «Конечно-какер». 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 «Конечно-какер».